меня зовут вера ким это по паспорту а литературным псевдоним вера ким черточка басова вера ким басова 23 года уже с господом я и раньше была с господом но это было достаточно религиозно как сказать немножко не не тот уровень веры когда я приняла именно господа сейчас сейчас немножко объясню еще вообще до этого до до всяких мер точнее я была маленькая и ходила к бабушкам как их называть монашкам староверам и они меня их у них икон было три стены это полностью от отверху внизу все иконы и мне было хорошо с ними я понимала что наверное так с господом хорошо а потом из октября от меня чуть не выключили из-за того что я проповедовала своим одноклассникам об этом и поэтому а потом меня понизились секретарей комсомольской организации за то что и на пасху съездила посмотреть на крестный ход так что мне были гонения за христа еще в детстве и потом у меня короче от этого отучили я была такая как все и вела себя даже не как все наверно хуже чем многие но чем многие точно вот и потом я знаете как у меня ощущение было что у человека должен быть хозяин я думала что вот бы такого хозяина который хороший добрый а не знаю почему было такое определение часть знаю точно что у человека должен быть хозяином так устроен что ему надо кому-то поклоняться кого-то слушаться что у человека должен быть хозяин но этого люди не знают пока не приходят господу и вдруг и когда я пришла господа я поняла что у меня теперь есть хозяин и как раз добрый добрее чем я могла себе представить то я просто была счастлива и и он ну просто у меня много очень поменялось и я стала другой но это одно и у меня сначала блюдские глаза смысле узкая щель когда я родилась видимо ребеночек маленький так смотрит а потом у меня все стало расширяться после рождения свыше я стала лучше в красках все видеть а вот недавно что произошло у меня была гипертония но то есть я об этом особо не знала потому что я к врачам не хожу уже 30 лет я просто ничего не измеряла на висках стучал оттуда все это были и однажды я упала на улице вызвали скорую и определили что меня гипертонический криз померили там за за 200 высокая за 100 низкая и сказали что вы могли сегодня инсульт или инфаркт и там коньки отбросить но врачи умеет напугать хорош с таким спокойным голосом и я хочу сказать что я в этом пребывала в этих лекарствах в этом с в этой зависимости каждый день ни по разу измеряла давление и вдруг я поняла до чего она сильнее и господь сильнее это такаяぐらい господи так что делает то я уже тут я уже как рап стала вот этому всему и я поняла что нужно делать как он говорит завони существующие как существующие тебе кажется что-то и больно но ты говори я здорово потому что ранами иисуса и смелилось я стала очень много говорить я поняла что говорить вот этого надо намного больше чем приходит мысли негативных я стала их преодолевать, то есть на каждую мысль я отвечаю словом, ранам Иисуса я исцелена, или просто я здорова, потому что Бог за это, я этого хочу, Бог этого хочет, кто против? И вот в декабре я уже просто свободна от гипертонии, от диабета была еще раньше, та же самая история, поэтому я прошу, дорогие, вот кто меня просто сейчас слышит, я верую, потому говорю, то есть надо говорить то, что написано в Библии, если ты веришь в Иисуса Христа и в то, что он написал в Библии своим духом, тогда нужно это говорить, а не то, что ты видишь, какие-то факты видишь, это все ложь, которую режиссер, чудесный, кстати, режиссер, молодец, хороший дьявол, режиссер, но он такие фильмы про тебя ставит, негативные, тебе не в это нужно верить, а нужно верить в Иисуса Христа и говорить то, что он сказал в Библии, аминь, вот тогда будет классно, вот тогда будет блаженство в Деснице Божьей и полнота радости пред лицом его, потому что это наш путь, наше предназначение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok